Вот копают они окопы, а в 30 метрах от них, сзади, копают кадыровцы окопы. Спрашиваю для чего? Чтобы вы не побежали назад. Если вы побежите, у нас приказ вас трехсотить. Он ему вопрос задал, может тебе проще со мной в окоп сесть? Потому что 30 метров это не расстояние, то есть если меня убьют, то тут же придут убивать тебя. Это не километр, не полтора, когда ты успеешь смыться. Он сказал нет, мы так не хотим, мы так не желаем. Вот так. Я даю добровольное согласие на видеосъемку. Голубев Михаил Валерьевич, Орловская область, Свердловский район, деревня Степановка. Мобилизовали меня 3 ноября, прислали повестку 31 октября. Мысль была такая, что ну раз призвали, значит надо. Как бы большинство патриоты, значит за Родину. Плюс пропаганда телевизора рассказывают все, рассказывают как все красиво, как все хорошо, как мы доблестно воюем и как мы освобождаем. И какие мы молодцы. Освобождаем угнетенный народ Украины. Ну вот как-то так. Как тебе казалось странным, что ехать защищать свою страну в другую страну? На чужой территории, согласен. Ну вот как-то так. Вот преподнесли это все таким образом, что мы уши развесили и поехали. Ну добровольно или там... Есть контрактники, есть добровольцы, но они жалеют, что поехали очень сильно и если бы знали, что на самом деле происходит никто бы не поехал. Всеми правдами, неправдами, не знаю каким образом, но не поехали мы. Даже добровольцы? Даже добровольцы. Я всегда носил с собой гранату. Вот с первого дня. Мысли такие были, что гранату взорвать, бросить себе по ноге. А тут как на грех. У меня один запал, граната осталась в рюкзаке. Ну и руки у меня... Даже автомат я бы не... Ну чтобы как-то дать какой-то отпор, у меня просто руки... Ну плечи прострелянные. Вот это вообще волоскуты. Там и кости, и сухожилия. А это так более-менее рука шевелится. Такие мысли про плен были, что... Ну нам жути же нагнали, что отрезают все на свете, понимаешь, что отрезают органы, режут пальцы, жгут, сживают, даже сдирают кожу заживо. Ну то есть перспектива плена мне не очень радовала. Ну как получилось. Но лично со мной отнеслись. Ну более чем достойно. Более чем достойно ко мне. Я конечно был в шоке. Приятно удивлен, что и в госпитале, и эти ребята, которые брали меня в плен. И в госпитале, и здесь отношения хорошие. И то, что нам рассказывали, все брехня. Нам обещали, что мы никуда стрелять не будем, а будем выполнять функции военной полиции в освобожденной, на освобожденных территориях. И там стоять где-то на границе с Россией, Украиной. Этого не произошло. То есть нас отправили на самый передок. Нас обманули. Нас тупо обманули. Для себя я так считаю, что не считают нас за людей. И все равно руководство стороны, нашим командирам сколько и кого, когда убьют. Ну глупые приказы. Такое ощущение, что командиры пытаются за наш счет заработать себе звание, ордена награды. Не думая о последствиях, о потерях и так далее. Нужно было пойти подавить пулемет на каком-то участке. Пошли подавлять. 28 человек, два танка. Первый танк сразу вышел из строя. Подорвался на мине. Гусеница отлетела. Второй танк тоже пришел в негодность тут же. Отправили людей к этому пулемету. Их там просто тупо закидало минами. И из 28 человек осталось 9 в строю. Большинство двухсотые, трехсотые. И непонятно ради чего. И тут же отдали эту позицию назад. То есть она даром никому не нужна была. Просто это имитация кипучей деятельности. За что положили ребят? Непонятно. То есть не было ни артиллерийской подготовки, ни работы разведки, ни снайперов. Недолжным образом было организовано так. Я думаю им все равно. Я думаю им все равно. Никто никого не считает. Слышал от одного офицера, что да хрен с ними с этими мобилизованными наберем новых. Кто их считает? Я думаю это популярно объясняет ситуацию. То есть им все равно сколько нас убьют. И жаловаться некому. И это бесполезно. То есть я не знаю. Ну допустим вот несколько случаев буквально недавно ходили ребята просто узнать за отпуска. Вот я прослужил там полгода. Мне положено отпуск две недели. Их сажают в яму. Просто за вопрос об отпуске. О денежном довольстве. Кому-то задерживают зарплату. Он пошел поинтересоваться как чего. Их сажают в яму таких товарищей. Которые задают много вопросов. Как это объясняют? Ничего. Пошел в яму. Увести. Пошел в яму отсюда. Что-то лазишь тут. Если позволяешь. Да. Спрашивают какие-то вопросы. Да. У многих кредиты, дети, семья. За что-то надо. За свет, за воду, за свободу надо платить. Коммунальные услуги надо оплачивать. Детям, жене надо что-то кушать. У большинства кредит. Его надо отдавать. А им все равно. Почему? Потому что такие люди. То ли их специально набирают. Я не знаю. Почему набирают таких непорядочных людей? Я не знаю. Я не знаю. Как они? Может они где-то проходят тесты какие-то? Может что-то? Ну вот мудак на мудаке мудаком погоняет. Никого нет. Никто с тобой не пойдет, если случись атака или что-то еще или нападение. Никто с тобой не будет ни атаковать, ни защищаться. Назначают старших из мобилизованных. Мы приехали на позицию. А где офицеры? Нет никаких офицеров. Назначайте старшего из своих и пусть он командует. А они никто не ходят туда напередок. Не ходят, не сидят в окопах и ничего. Они ходят служат, как на работу ходят. Здесь мы понимаем. А в России по телевизору рассказывают как все замечательно. Не говорят о наших потерях. Ни слова ничего не говорят. Ни о потерях личного состава, ни техники, ничего. Это все замалчивается. Говорят только о потерях украинских военнослужащих. Столько они техники, там столько БТРов, джихад мобилей и там всего остального. Вот там каждый день поют. О потерях наших ни слова. Если был бы человек, который бы все организовал в полку, во взводе, в роте, просто нужно встать и уйти отсюда. Не знаю, насколько это возможно. Могут перестрелять просто. Могут перестрелять, потому что есть такие моменты, что и кадыруцы стоят в заград отрядах. И просто или вы, или Вагнер на нас спустят. Приедут вагнера, догонят на БТРах, но позавалят всех, спишут на боевые потери. Я думаю так будет. То есть большинство думает может отсидимся здесь в окопах, потом война кончится и как бы поедем по домам. Никто качать не хочет. Может быть кто-то хочет, но нету человека, который бы это организовал, за кем можно было пойти. То есть четко и нету сильного духом человека, который и к товарищам командира не подобраться. Они все ходят с охраной. Командир полка, командир батальона. У них охрана. Желающих желающих его шлепнуть среди военнослужащих полка намного больше, чем половина полка. Я не знаю, остается только... Просто наверное... Ну сейчас у меня уже не мой вариант, а так вот для ребят отсидеться в окопах, никуда не лазить, от всего, от нарядов, от всего отказываться, от всей этой фигни. Просто отказываться от всего. Допустим целым подразделением, взводы, взводом, ротой. Просто не ходить никуда и все. Ничего. Побросать эти автоматы и сидеть в окопах и в линдажах и ни хрена не делать.